Сегодня опять в ночи у нас в Киеве бомбёжки, в Сумах бомбёжки, в Днепре, в Ивано-Франковске. То есть массированные атаки были всю ночь. Да, работают наши ПВО, сбивают их. Но вы понимаете, что люди уже доведены до предела, без тепла, воды, еды. Поэтому ситуация тяжёлая как на оккупированных территориях, как в тех территориях, где идут бои, так и на территориях, куда уже переезжают наши граждане на Западную Украину. В целом вывезено было 100 тысяч человек за эти вот дни, которые... Но безопасными их назвать нельзя, эти коридоры. Потому что только начинается двигаться, сразу идёт обстрел. Российским фашистам верить нельзя. Они говорят, что вот будем сейчас это тут вам открывать. А потом они начинают обстрел мирного населения, которые едут в машинах, в автобусах. Поэтому гуманитарная ситуация страшная. И как в тех регионах, в которых есть оккупация, например, город Мариуполь, которые уже 12 дней в оккупации, в блокаде, 400 тысяч наших граждан не могут получить ни воды, ни еды, ни тепла. Их просто убивают. В том числе в Мариуполе есть же 86 граждан Турции. Из них 34 ребёнка, которые находятся в посёлке Широкая Балка. Они тоже в таком же состоянии находятся, как все наши граждане. У нас на сегодняшний день на 8 утра подтверждённых фактов убитых детей 79 человек. Понятно, что это не та цифра, которая соответствует действительности. Потому что каждый день бомбят. Потом не допускают разобрать эти обломки наших спасателей, наших военных. Что касается детей, которые находятся в определённых учреждениях. Либо это сироты, либо это дети с инвалидностью, либо родители лишены родительских прав. Всего у нас было на начало войны 715 таких учреждений. В них было 47 тысяч детей. Сейчас вывезено 4769 детей, перевезено в другие страны. Остальные дети находятся ещё здесь, на территории Украины. 2033 ребёнка, которые находятся на тех оккупированных территориях, вот в этих учреждениях. Продолжение следует...